Дорогой друг, для вас сегодня потрясающие скидки. Как бывшему соотечественнику отдам любую вещь практически дару. Спасибо. А как вы узнали, что я русский? Вы хотите честный ответ или чтобы вам было немножко приятно? Ну, конечно, честный. Вы знаете, только русские на Гутмонин отвечают «Ессс». Я вам говорю. Серьезно? Да, я еще никогда не был так серьезен. Вы знаете, этот идиотский кризис, который вообще разучит евреев улыбаться. А что, у вас здесь тоже ощущается? Еще как. Мне вообще кажется, что единственная страна в мире, которая кризис по барабану, это Москва. Вы хотели сказать «Россия»? Нет, я что хотел, то и сказал. Москва – это Москва, а Россия – это Россия. Ах, пожалуйста. Подожди, я. Подожди, я. А почему вы так выделяете Москву? Ну, хотя бы потому, как там справили Евровидение. А, ну и как вам? Что как? Клево? Я так думаю, что кое-кто очень неплохо погулял. Денег вбухано даже больше, чем вбухал мой сосед Мойша в свадьбу своей переспелой дочери. А как вам результат? Как? Дочка таки попала в хорошие руки. Да нет, подождите. Я про Евровидение спрашиваю. А, все закономерно. Победил Фейерберг. Да, косил. А вы сами-то за кого болели? Да там без вариантов, за нашего. О, так и я за нашего. Слушайте, а ваш это который? Да, конечно же, Саша Рыбак. Минуточку. Я тоже за него болел, но только он ведь не ваш, а наш русский. Кто же спорить? Но с какого перепугу наш мальчик из Норвегии вдруг стал вашим? То есть, то есть как это стал? Он и был нашим? Хорошо, по каким таким признакам? Да по всем, по рождению, по видению, по одежде, наконец. По одежде, говорите? Это по белой рубашечке, черной жилеточке? Вы мне не делайте смешно. Чистый, аккуратный мальчик. У белой рубашечки, черной жилеточки, со скрипочкой, и вдруг не наш. Да, конечно, не ваш. Да у него белорусские корни, папа, мама. Значит, он наш, потому что русский и белорусы, это практически одно и то же. Нет, так кто же спорит? Но запомните сами и передайте всем своим. Только у еврейской мамы есть столько терпения, что сыну уже 23 года, а он продолжает играть на скрипочке. Это я вам говорю. Слушайте, вы что-то я не... Ну, а вы слышали, как он по-русски говорит? Как на родном. Так это что, так и дома? А что нет? Так я вам скажу. Лучше всех разговаривает по-русски кто? Кто? Правильно, Михаил Михалыч Жванецкий. Ваш президент сам дал ему за это недавно роскошный орден. Подождите, да рыбак в Норвегии живет всю жизнь. Какой он ваш? Это кто же спорит? Кто же спорит? Но на южном берегу Северного Ледовитого океана мерзнет во льдах столица Чукотки города НАТО. Вот уже 20 лет Беня Гольфштейн заведует культурой и торгует моржовыми клыками. Он тут недавно был на ВСИТ родителей, я ее увидел близко, как вас. Да при чем здесь ваш Беня? А при том, что за 20 лет жизни на севере у Бенни пробилась лысина, побелели пейсы, увеличился шнобель, но он так же стал похож на Чукчу, как я на Мерлин Монро. Это вы к чему вообще? А к тому, что можешь хоть всю жизнь прожить в Норвегии или, прости господи, в Африке и не стать от этого ни норвезстым, ни негром. Так, вас послушать, так Дима Билан тоже ваш. Ни в коем случае. Ну, хоть и. Ни в коем. Но! Вы знаете, в Америке есть такой известный певец Боб Дилан. Он у них такой же известный, как у вас русский певец Розенбаум. Ну и что этот Дилан? Вы слушайте сюда. Я прочитал в одной очень уважаемой мной газете, что Боб на все 300% наш, чтобы он был здоров. А теперь подумайте сами. Если Дилан на 300% наш, то почему Билан не наш хотя бы процентов на 100? Это не может быть. А как же таки, когда Дима выступал на Евровидении, помните, кто стоял с ним рядом и делал песни красиво? Кто? Аккуратный мальчик в белой рубашечке, черной жилеточке. И, между прочим, играл на скрипочке. Да. Да. Я что-то не понимаю. Вы что, действительно отправили смс-ку за вот этого вашего кандидата? О! Кстати, хорошо, что напомнили. Я прошу прощения. Можно у вас одолжить ваш телефон? Я свой дом забыл на кухне. Пожалуйста, только поздно, уже все закончилось. Вы знаете, молодой человек, для хорошего дела никогда ничего не поздно. Подождите, куда я тут нажимаю? Ну вот сюда, вот пишите номер, вот дальше текст, а потом вот эту пимпочку нажимаю. Слушайте, что вы меня учите, как работать с телефоном? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. О! Так и полетело. Возьмите. Голосование закончилось три месяца назад. Да что у меня ваше голосование? Я своей жене послал месяц, что буду скоро на обед. Голосование. А я уже думал, вы действительно в Норвегию поздравления послали. Нет, вы знаете, сейчас не время. В Норвегии сейчас траур. Здравствуйте. какой траур там праздник целый год это у мальчика праздник а у их правительство траур вы сами подумайте где им взять столько денег чтобы у них получилось не хуже чем у вас в москве найду где-нибудь они там чем-то занимается семгу ловит рыба моя дорогая нету у моря столько съемки чтобы устраивать такой фейерверк да так что вам предложить дорогой мой друг спасибо ничего не надо вот такие что вот такие слезы покатятся у ваших друзей от зависти когда они увидят какую изумительную вещь я отдал вам задаром да нет не надо мне я говорю идите сюда и будете помнить всю жизнь мою да не надо мне я говорю я же все равно вам надо А ведь ничего не надо, я вам хочу сказать. Спасибо. Спасибо. Владимир Боялец и Владимир Боисенко. Не ходите, не ходите, не усаживайтесь, не усаживайтесь. Спасибо. Дело в том... Я слышу вас, слышу. Дело в том, что я хочу сняться. Моя дочь, реально будет сфотографироваться? Сняться. Ну, конечно, можно и так. Не, ну, можно и сфотографировать. Хорошо. Скажите, у нас фотография высшего язряда. Какой снимок вы хотите? Дело в том, что я хочу жениться. Поздравляю вас. А моя будущая девушка меня еще не видела. Что это? А я хочу им послать фотографии, и ей понравится. Очень, конечно, вы пришли по адресу. Мы вам сделаем великолепный поэтед. Итак, я слышу, какой снимок вы хотите? Знаете, я вот хотел бы быть похожим на киноартиста. Хорошо. Нашего киноартиста российского кино. Хорошо. Такой красивый он. Как же... О! Да, Фредди Крюгера. Из кинофильма не родится красивой. Ну, хорошо. Я думаю, что мы сделаем как-то рекламу. Хорошо. Интересно. Хорошо. Внимание, моя доченька. Приготовились. Не дышать. Что? Да? Моя доченька. Да-да. А что у вас с яйцом? Лосёная эмаль на с яйцом? А, вы это... Ну, ладно, ладно, всё. Вы меня прощайте, я не маю. Это у меня наследственная бабушка, дедушка, папа, мама и друг. Ну, вы понимаете, что на фотографии тоже, может быть, можете поучиться, что это вот такое. Нет, 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 я должен быть только красивым. Ну, тогда успокойте яйцо, и всё будет понятно. Внимание. Приготовились. Не дышать. Сейчас отсюда выедете. Так, стоп. Да? Моя доченька. Да. Но вам же нужно уебнуться. Ну, что вы так сводите на меня? Извините, но я уже деньги заплатил. Но я тоже, как вам не стыдно, что вы имеете... Я имею в виду уебку. Как вам не стыдно, да что вы... А, я что? А вы смотрите так, как будто сейчас отсюда выйдет не птичка, а топой. Понимаете? Да ничего, я не... Внимание. Приготовились. Не дышать. Так, стоп. Да. А ну, попьём и уебнись. То есть, по-твоему, это уебка, да? Да. Посмотри на меня внимательно. Вот уебка. Понимаешь? А вот это у тебя гнемаска. У меня. У тебя, у тебя. Внимание. Приготовились. Не дышать. Пошь я уебка. Стоп. Тебя как зовут? Татьяна. Стоп. Ты не Николай. Ты не Петя. Стоп. Петя. Ты не Николай. Ты не Петя. Ты не Петя. Ты не Петя. Петя. О, скажи мне. Ты можешь сказать чиз? Могу. Да, а ну скажи чиз. Чиз. Ещё раз. Чиз. Чиз. Только не так чиз. А так. Чиз. 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 Петя, давай я тебя очень пешу. Давай так. Я тебе дам команду. А ты скажешь. Чиз. Вот я тебя щёкну. Иди уже к своей девушке. Поняли, да? Внимание. Петя, готовились. Не дышать. Ну. Забыл. Что ты забыл? Чиз. Как можно забыть чиз? Ну так и забыл. Ну как ты забыл чиз? А я не знаю. Чиз нашёл, вышел, ушёл, пришёл. Так что тебе не понимает? Почему ты забыл чиз? Я не знаю. Почему ты не знаешь? Ты знаешь, что такое чиз? Да что такое чиз? Петя, Витя, Сеня, Гниша, Таня. Чиз это сын. Понимаешь? Обыкновенный пьяст, то есть сын. Да. Вспомнишь сын и скажешь чиз. Хорошо. Внимание. Извините, а какой именно сыр я должен вспомнить? Да какой захочешь, блин, такой вспомнишь. Внимание. Приготовились. Не дышать. Дай. Пасековский. Сам ты пасековский едим. Так, а ну иди сюда. Что такое? Иди сюда. Что? Вот, посмотри на идиота. Никого не вижу. О, а где он? Кто? Ну, этот идиот. А, смотри. А, ты же идиота. Так это ты. Я? Нет. Там кто-то. Я его где-то видел. Слышишь, вот я не я. Я не сам видел. Почему? Потому что вы фотографировать не умеете. Я фотографировать не умею? Это я не умею? Потому что ты свою мою... Это моя собственный парикмахерский. Это не я. Дай пешки, я тебе вёс нашку. Потому что ты свою мою успокоен. Ну, это и пьедик юги. Так же. Спасибо. 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 Владимир Моисеенко, Владимир Данилев. Пью. Тсс. Тихо, Лохов. Слышь, Лохов. А? Это ж сколько мы с тобой уже в засаде сидим, а? Ах. Кто его знает? Слышь, а? Ты ж делал зарубки. Ну, делал. На колбасе. И шо? Ну, шо, шо. Судя по ней, наш срок пребывания здесь не увеличился, а уменьшился. До хвостика. До хвостика. Пить хочется. И мне. На месте преступления. А если преступления и не будет? Лохов, ты оптимист или наоборот? Оптимист всегда верит, шо преступление произойдет. Ну, если он не захочет. Не захочет, заставим. Не сможет. Захват этого упыря. Молодой ты, шо, Лохов. А я помню, был претендент. Брали одного такого зверь. Всех или насиловал, или убивал. А вас? Меня убил. АПЛОДИСМЕНТЫ Шо-то тут не то, товарищ капитан. Моя жена уже дві недели нам носит в эти кусти передачки, как в тюрьму. А этот гадский маньяк наслаждается преступлением и на свободе. Шо-то не то в том, Лохов, шо моя жена не носит нам передачки. Та, вы не переживайте, товарищ капитан. Пока мы с вами вдвоем тут сидим в засаде, с ней ничего хорошего не произойдет. Собака. О, правильно, товарищ капитан. А что, если мне тещиного собаку позора к нашему делу приставить, а? Ну, чтоб с позором службу нести. Долго думал. Нам еще чужого позора тут не хватало. Да знаете, как он недолетит. Кто? Он же ж животное. У него ж пальцев нет. Да я по его морде вижу, шо он мне и дычит, крутит. Тещина выучка. Ты все-таки, товарищ капитан, нужно что-то быстрее делать. Ты свою спешку, Лохов, будешь на похоронах тещи применять, понял? Есть мудрая японская пословица. Только к тому, кто умеет ждать, приходит маньяк. О, Лохов, смотри, появились потенциальные жертвы. А ну, дайте бинокля. Ёлки, да какие это жертвы? Это же наши жоли. Красиво идут, между прочим. Ёлки-палки, пять часов утра. Откуда это они? Вот, шо значит, идет жена капитана, а? Смотри, ать, 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 ать. А моя, ать, 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 ать. А у моей четко так, смотри, вверх-вниз, вверх-вниз. А у моей туда-сюда, туда-сюда. А моя так, прыг-скок, прыг-скок. А моя, шлеп, шлеп. Шлеп. Разыду шляпу. Работать надо с лишним составом, лохов. А не с позором дули крутить. Тихо, лохов. Появился объект. А ну, дайте бинокля. Господин капитан, вот это, вот это маньяк. Ёлки-палки, господин, я не понял, я ж соплей перешибешь. А вообще, откуда вы взяли, что это маньяк? Неважно. Валентиному я жаловался. Шо, приставал? Ну, потенциально. А ну, это ж понятно. Без потенциально не пристают. А ну дай. А вот и появилась женщина. Лохов приготовься. Шо, именно я должен приготовить, товарищ капитан? Телефон мобильный. Сейчас пойдешь снимать все преступление. И смотри, не сорви мне операцию до самого конца. Так. Объекти сходятся, сходятся. Лохов. Шо? Женщина взяла с места. Шо взяла? Ну, рванула. А, обезвредила, гада. От молодец. А мы ж тут сидим в этой засаде, как два дурака. Один дурак, Лохов. Виноват. Я даже знаю, кто. Кто? Я вам потом как-нибудь покажу. Побежала, Лохов, побежала. От него или сгоди? Рядом бегут. Как? На переходки до них хватало, чтобы они еще нам чехарду строили. Эх. Ушел, гад. Вместе с женщиной. Господи, капитан, ну, а почему мы не выскочили из засады? Опасно, Лохов. Ты ж молодой. А я один раз погнался уже за таким. Да, я уже понял, что вы погибли не один раз. Ну, надо же что-то делать. Надо же как-то помочь. Да, кому помочь, Лохов? Он столько раз справлялся сам, а мы тут выскочим из засады, как два придурка ему помогать. Как один придурок. И не ему помогать, а женщине отбили бы. Залегла бы с нами в засаду. Ой, с кем залегла? Что ты можешь предложить женщине, Лохов? Фостик от колбасы. И жену на подходе. Господин капитан, а ну. Что? Возвращается. Кто? Ну, женщина эта, оманьяченная. Одна? Ага, улыбается. Ну вот, Лохов, видишь. А ты хотел бабе праздник испортить. Владимир Донец, Владимир Моисеенко. Браво. Спасибо. Проходите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день. Здравствуйте. Это вы здесь адвокат? Да, внимательно вас слушаем. Мне нужно срочно отдать под суд моего мужа. АПЛОДИСМЕНТЫ Кредит взятого кредита. Это был автокредит? Нет. Кредит на неотложные нужды? Нет. Ипотечный? О, вот этот последний. Ипотечный. Да, импотечный. На мои неотложные нужды. Нет, девушка, это не совсем правильно. Не импотечный, а ипотечный, правильно. Ипотека – это кредит на недвижимость. Здесь все правильно. Дело в том, что у моего мужа абсолютная недвижимость. И он взял у меня кредит. Смотрите, он взял кредит на лечение? На какое лечение? Он взял у меня кредит доверия. Сказал, что как только встанет на ноги, тут же погасит через недельку-другую с процентами. И не погасил? И даже не думает. Понятно. То есть... За пять месяцев ни разу ничего не погасил. Слушайте, а может быть, у вашего мужа есть кто-нибудь? Кто? Ну, я не знаю. Может быть, есть какой-нибудь поручитель? Может, есть какой-нибудь друг, который согласился бы погасить долг вместо него? Да. Был один симпатичный поручитель. Попоручался раза три или семь. Честно, совсем чуть-чуть. А потом мне заявляет. Я больше просто так поручаться не могу. Мне нужны дополнительные вливания. Я ему нежно, как женщина, говорю, «Слышишь, ты чучела? Какие еще у тебя вливания? Я тебе сапоги зимние купила? Купила. Трусы импортные, турецкую недельку купила? Купила. Слушайте, а можно его тоже подсюда дадим, а? За что? За то, что недопопоручался. Давайте мы с вашим мужем разберемся. Да. Значит так, скажите, вот эта вот недвижимость, которая идет... Импотечная. Да, хорошо, пусть будет так. Она вообще на кого оформлена? То же и дело. Если бы она была оформлена на меня, я бы уже ей давно такой евроремонт устроила. С подогревом. Ага, то есть оформлена на мужа. Да, вы понимаете, он с ней ни на минуту не расстается. Можно сказать, он с нею сросся. Хорошо. Знаете что, можем попробовать оценить ее в вашу пользу. Что вы говорите? Вау-вау, кусики-кусики. Скажите, вы ее во сколько оцениваете приблизительно? Пссс, что там оценивать? Обычная малогабаритная недвижимость. Причем постоянно на первом этаже. Без лифта. Ну, это не важно. Не скажите. Не важно. Это вам не важно. Нет, я к тому, что это сейчас недвижимость упала, но она в любой момент может подняться. Вау! Мармеладики и гу-гу! Вот, и как только решение суда вступит в законную силу, эта недвижимость поступит в ваше полное распоряжение. Вы сможете ей пользоваться в любой момент, а также будете иметь право сдавать ее в аренду как частным лицам, так и организациям. Если поднимется очень высоко, рекомендую право. Сейчас же. Вы свои рекомендации оставьте, пожалуйста, при себе. Если высоко поднимется, то какая же дура такой и отдаст? Как частным лицам и организациям. Нет, я лучше лично. Слушай, ну он же просто так ее не отдаст. А если не отдаст добровольно, придут судебные приставы, все опишут, наложат арест и отторгнут в принудительном порядке. Есть все-таки правда на свете. Слышите, мужики? Закон есть закон. Если что, опишем, отторгнем в принудительном порядке. Будете знать, как кредиты доверия женщинам не отдавать. И супружеский долг не погашать. Закон есть закон. Кстати, Ветер, а пока вы еще не отсудили, может быть, вы немножко попоручаете за него? В каком смысле? В прямом обратите внимание на мою бивалютную корзину. Ай-ля-ля-ля. Ай-ля-ля. Ай-ля-ля-ля. Дамочка! 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 Сколько там натикало? Вот! Вот! Я говорю, зарплату рельсами выдают ни тебе часов купить, никакого... Ё-другого черта! Я не совсем понимаю. Я пришел из Америки. Что? Америка? Настоящий! Я... Хули! Я здесь, Нью-Йорк. Как же... Басына... А вы по нашему спрехнете дойчь? Я немножко понимаю. Это большой гуд. Вот. А то так бегаешь с работы домой, то есть с дома на работу, с работы домой, даже по-американскому не с кем поговорить. Ой, как козел, ей-богу. Тебя зовут козел? Найн, я Ньюся. Ньюся? Джулиас Митчев. Очень оттейбл. Очень оттейбл. Знаешь, Джулия, я давно хотела у вас спросить. У меня соседка Квира Соломоновна. Так ее дочка тоже в Америке живет со своим хахалем. Как она там? Соррой, он не понимает. С кем живет? С хахалем. С хахалем. Очень интересно. Это я записать. Я записывать все новые русские интересные слова. Не надо, не пишите. Я вам потом продиктую, у вас в Америке чернилов не хватит. Вы лучше расскажите, как вы там в Америке живете, мучаетесь. Америка? Америка, но проблем. Америка, я вести здоровый образ жизни. О, Боже. Мне все завидуют. Особенно полные женщины. А почему это полные? Они ведут не здоровый образ жизни. А, так у нас их тоже полным-полно. На вокзалах и на Тверской даешь 50 баксов, делай, что хочешь. Да. Мюся, вам надо активно вести, среди них работаю. О, так наши кабели стараются. Кабели? Что есть кабели? Ну, как тебе объяснить? Ну, кабели, кабели, они и в Африке кабели. Ну, это мужчины наши, мы их так нежно называем. О, мужчины, кабели. Мюся, у тебя с ними секс? Пссс. Какой там секс при таких ценах и таких харчах? Мюся, я тебе сказать, здоровое питание это и здоровый образ жизни. Так это же коню понятно, елки-палки. А вот твой мужик-муж, он ведет здоровый образ жизни? Он его вообще не ведет. Он его просто носит. Ну, как медаль за прошлые заслуги. хочет, я тебе анекдот расскажу про наших мужчин. В одной дамочке спрашивает, инфазантной, скажите, пожалуйста, а что вам больше нравится? Новогодняя ночь или ночь с мужчиной? А она говорит, новогодняя. Почему спрашивает? А она говорит, потому что новогодняя ночь чаще бывает. это очень смешно, это очень смешно, это я записать и рассказывать о себе в Америке, очень смешно, муж не пришел в новогоднюю ночь, очень смешно, ты зверица поняла, называется, Нюся, а скажи, а у тебя есть children's? Знаешь что, Джулия, у нас же такие слова посусало, можно получить, я не совсем видно правильно сказать, я имею ввиду дети, дети, есть цветы жизни, два бутона, старший уже в седьмой класс пошел, большой мальчик? Да, уже двадцать седьмой годов, когда трезвый маму узнает, а в последнее время занимается гербариями, целыми днями на балконе сушит коноплю, хороший мальчик, да, вот, так что, о, все, гастроном открыт, это у вас, если никаких там проблем, а у нас если гастроном закроют, то уже, нет, не поняла, почему плачем? Ну, что случилось, а почему плачем? Ну, я понимаю, что тебе сказать не совсем правду, у меня проблемы есть. Ну, рожай уже быстрее, рожай. Понимаешь, у меня Америка, хороший муж, но он сильно любит дринк, виски, водка. А, алкаш по нашему, я понимаю, я, 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 я недавно узнаю, что мой муж имеет girlfriend. Ого, имеет? Френд. Мой муж имеет баба. О, да. И ты ее знаешь. Ты мой подруга. У меня точно такой же ситуации. Да. У меня подруга, Зинка, кума, между прочим, все время моему мужу реку глазки строит. И так построит, и так построит. Я долго смотрела. Долго смотрела. Потом взяла рельсу, это наша зарплата. И между глаз, как припечатал. Все. Глазки в разные стороны. Ее так и назвали, Зинка рельса. Люся, эти очень хорошие рецепты, я записал. Пиши, пиши, я тебе еще на трех мужей надикну. А все, знаешь, я тебе скажу. Да. Все они одинаковые. Что ваши, что наши, кобеля. Да. Вот почему в жизни такая несправедливость? Вот почему, когда с нами, так у них угадал полный импичмент. Да. А когда с этим еще на Тверской, джакин-джакин, пурпураш, дым кроме слов стоит, а? Люся, я тебе скажу, нам есть чему поучиться друг от друга? Конечно есть. Значит, знаешь что, Джулия, пойдем я тебя научу, как по нашему бабскую доску прогонять. А может я тебе помогать, чтобы меня не тасковать? Так, я угощаю. Да-да-да, я платить. Не возражаю. Люся. Момент. Ага. Люся. Так. Нахрен. Так. Нам эти кобели. Не плачь, девчонка. Владимир Доменец и Владимир Моисеенко. Здравствуйте, гражданин следового оттетель. Здравствуйте, здравствуйте. Вы ко мне, вас вызывали? Да, меня Петра Семеновича трогали и жену мою Валентину трогали, но она не смогла. Ну, проходите, разберемся, кто вас трогал, зачем трогали, за что трогали. Нет, гражданин следователь, это фамилия такая. Трогали. Я Петра Семеновича трогали, жена моя Валентина трогали и весь наш рот, так сказать. Тронутый, да? Да, есть немножко, что греха таить. Вот. По какому вопросу? Я свидетель по делу, значит, по очень серьезному делу, об очень плохом, я бы сказал, зверском отношении к животным моих соседей Григория и Галины Пиндюлей. А, это очень хорошо, что вы зашли, я как раз держу это дело в руках. Проходите, присаживайтесь. Да успокойтесь. Да, все нормально. Вы знаете, я когда подхожу к вашей конторе, ноги сами в пляс идут. Вот вас подальше. Хорошо, я слушаю вас. Ага, значит, готов говорить все, что было и что не было. Так, ну, что не было, не надо, а вот все, что было, пожалуйста, давайте с самого начала. С самого начала. Давайте. С самого начала моей соседке Галине Пиндюлей показалось, что ее муж Григорий Пиндюлей стал, ну, как бы вам сказать. Ну, говорите, как есть. Ну, показалось, что... Ну, как есть, так и говорите. Ну, вот, как вам объяснить. О, вот солнце что делает? Солнце, ну, греет. О, не, 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 не. Ну, что еще, встает. О, о, а Григорий Пиндюлей совсем не солнце. Подождите, подождите, что, что, импотент, что ли? Боже упаси, боже упаси. Мы, если в нем какие партии не вступаем. Ну, что вы, нам этого не надо. Ну, ладно, пишем. Потеря мужской силы, да? Да. Безвольный по мужской линии. Ну, хорошо, так, дальше. Да, еще интересно. Моя жена, Валентина Трогали, ничего за ним такого и не заметила. И на лицо он был свеженький. Ну, это мы выясним дальше. Да, а дальше моя соседка Галина Пиндюлей. Так. Значит, пошла к столетней бабке Веклы и купила там дорогое средство для этого дела. Ну, бабки, она уже лет пять, как ни к чему. А откуда вы знаете, что она дорогую? Да как же, что она у нас десятку заняла, а мы этих десятков сильно дорожили. Ну, хорошо, дальше. Дальше. Дальше хотел бы заметить, что, вы знаете, моя соседка Галина Пиндюлей, женщина очень осторожная. И даже когда варит обед, первая его никогда не пробует. И вот она решила, значит, проверить средство для этого дела на животных. Эксперимент. Ага, ну вот мы наконец-то дошли до сути, да? Да. Ну-ну-ну, и что же дальше? Значит, дальше, дальше. Первым ей на глаза попался и кот-огурец. И самое, знаете, вот интересно, мы же с Валей трогали, женой моей ничего не знали про эксперимент. И были сильно удивлены, каких кот этот-огурец ворвался к нам во двор и циречно надругался над нашей кошкой Муркою, собакой Гавчиком и моей миговой шапкой вместе с Моллю. Ну, ребят, а как же вы? А нас он держал в заложниках. Дело в том, что мы с женой моей Валентиной трогали, закрыли в схате и понимали, что живыми он нас оттуда не выпустил. Вы знаете, честно вам скажу, я в молодости таким же был котяром. Вы знаете, вот до сих пор в марте сердце на спине дыбом становится. Показать? Так, не надо. Сейчас октябрь. Ага, будем ждать. Так, хорошо, дальше что? Ага, дальше, дальше его, значит, соседка наша, Галина Пиндюлей, пригрозила, значит, этому, значит, как его, коту, да, вилами, и больше мы его не видели. Так, хорошо, пишем, кот пропал, да? Да, 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 уходят упорные слухи, что в городе появился маньяк и сильно злобствует. Так, это все домыслы. Дальше давайте. Дальше. Следующим был петух Гарик. Сначала все были довольны. Куры неслись с гирляндами яиц, а некоторые с плотной яичной колбасой. Но когда над нашим селом перестали летать птицы, и стал нестись крупный рогатый скот, мы насторожились. Так, 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 и что же дальше произошло? А дальше моя жена Валентина трогали, пригрозила, значит, этому петуху бульоном, в смысле, топором, и мы его больше не видели. Так. Но ходят упорные слухи, что в лесу появились кукарекающие дикие кабаны. Так, знаете что, господин Дронутый, у меня в материалах дела написано корова, а вы мне петухом голову морожите. Правильно, правильно. А также была корова Анжелка. Ага. Подождите, или это дочка у них Анжелка, или дочка корова, в смысле Анжелка. Короче, неважно. После того, как она, значит, вступила в эксперимент, эта корова взяла трехметровую высоту забора без шеста и 25 километров гналась за нашим ветеринаром-осеменителем, который убегал от нее в город на мотоцикле. Я так понимаю, что больше вы их не видели. Да, больше, но ходят упорные слухи, что в районе увеличилось поголовье рогатых байкеров. Подождите, это все к делу не относится. Что дальше? Чем закончилось? А дальше у моей соседки Галиле Пинюлей хозяйство закончилось, и она перешла на наше. Моей жене Валентине трогали хозяйство, стало жалко. И она предложила меня. И что? Так в том тоже дело, граждане следовать. Это уже заковыка, что это средство нужно не вовнутрь принимать. А как? Мазать. Под фостом. И? Я не дался. Почему? Так в том тоже дело, что к этому времени информация просучилась, и к нашему двору начали, значит, стекаться женщины, страждущие всех поколений, а мужчины наоборот взяли, значит, круговую оборону и взяли лицензии на отстрел бешеного животного. Эксперимент-то ведь не завершенный, где вообще, где вещественные доказательства? Значит так, я бутылочку герметически закрыл, на огороде закопал и забыл где. Так, внимание, опергруппа на выезд. Всем в ружье. ОМОН, спецназ, лопаты. Я буду лично руководить операцией. Граждане, исследователи, я понимаю, что вы уже не солнце, ну, я бы вам посоветовал этого не делать. Ну, серьезно, ну, 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 посмотрите на меня, ну, не дай же, Бог, вы примете этого, что ж внутренние органы, что этого не выдержать. Без петуха ж мы еще можем как-то обойтись, а как же без вас? Так, опергруппа на вырыз. Петуха, подождите, так куда же вы, дорогой, по-своему быть? Владимир Занилец и Владимир Моисеенко. Спасибо. Спасибо. Юрмала, спасибо. Где он? Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Приветствую вас и поздравляю, вы наш миллионный покупатель. Так я еще ничего не купил. Так вам ничего и не надо. Все, что вы можете сегодня унести в руках, ваше бесплатно. Шо? Да. Что же я могу унести? Да. В руках. Да. Бесплатно? Да. 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 Вот это мне повезло. Давай. Налажим. Девушка, да, будете помогать. Иди сюда, не бойся, помогать буду. Итак, поздравляем вас еще раз. Вы миллионный покупатель в отделе «Все для женщин». Шо? Ну, написано же «Все для женщин». Погоди, минуточку. Я пришел в отдел рыболов. Там написано «Золотая рыбка». Так, значит, все для рыбок. Это магазин называется «Золотая рыбка». Отдел для женщин. Да шо же это такое, а? Да шо же это за жизнь? Ну, первый раз в жизни вот так повезло, и вот так не повезло. Успокойтесь. Первый раз, единственный раз добрался до самого верха, а бабы там уже помешали. Ну, успокойтесь. Иди сюда. Слышишь, брат? Да. А нельзя поменять отделы? Нет. А товары? Нет. А тебя? Что вы? Нет. Что ж ты, как дочка библиотекарша на первом свидании, все нет, да нет. Так, вы отказываетесь брать товары? Я? Да никогда. Давай. Налажуй. Ха, так, с чего начнем? А, о. Свадебные платья. У вас есть дочери? Есть. Три. Сына. Они меня дома ждут со спиннингами, а я как маньяк. Тамада со свадебными платьями. Подождите, значит, вы отказываетесь брать? Так, никогда. Давай. Пять штук. Жена стачает себе водой и вспомнит молодость. Так, идем. А, вот фата. Фата, фата, фата. Так, фата, если задом наперед, пойдет, как на кумарники. Давай, пять штук налаживай. Так, идем дальше. Вот, вот, вот босоножки. Так, босоножки. Давай резиновые по колено. Ну, знаете, не пойдет. Босоножки потому так и называются, что на босые ножки. И потом они на каблуках. А это не твое дело, понятно? Захочу и на портянки надену. И каблука мы все, чтобы не скользили по беру. Давай, пять пар сорок пятого размера. Так, вот белье. Так, белье, белье, белье. Зашитого цвета есть? Нет, вот, извините, вот. Только стринги. Ё-моё. Слушай, а как же они в этом маскируются, а? От кого? Женщинам не надо маскироваться. Наоборот, им нужно себя показать. Так, давай, суки, вот этих цветочек по берегу за мотылем ползать. Давай, налаживай так. Дальше давай. Так, мне вот этого не надо. Почему? Ну, не надо мне это. Ну, извините, но многие используют как стельки в обувь. Вот, ты думай своей головой. Ну, зачем мне стельки в босоножках? Ну, ты ж думай. Хорошо. О, колготки берём. Колготки, колготки берём. У сеточку. У сеточку. Четыре пары. Нет, пять. Нет, четыре. Четыре. Жене не надо. А вам, сыновья, не зачем? У балет запишемся. Вот ты чудик. Ну, чему тебе в институте учили чудик? Это ж прекрасный садок для рыбы. Давай, давай, ложи, ложи. Подождите одну минуту. Зачем? Как вы сюда прошли? Что там? Когда? Так, шо же. Раньше? Вот, потвернуто. Все, тогда все высос. Мужчина? Что? Момент. Что? Извините, произошла ошибочка. Какая ошибка? Миллионный покупатель вот эта женщина. А вы, извините, миллион первый. Так что прошу вас вернуть товар взад. Шо? Кто? Я? Да. Я не понял. А шо эта женщина делает тут в мужском отделе? Это женские делают. Стой, стой, стой. А, иди сюда. А ну иди сюда. Что? Слышь, а ну-ка сбегай, спроси у этой женщины. Она замужем? Как? Ротом спроси. Спроси, не хочет она временно выйти замуж за симпатичного мужчину с женой и тремя болтусами. Зачем? А затем, шо мы с этой бабой полжизни будем в халявных трусах по берегу за мотылем ползать. Видишь, это я знаю. Прошу, да, дамочка? Да, дамочка, дамочка, дамочка. Спасибо. Владимир Данец, Владимир Моисенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Алло, товарищ генерал, разрешите доложить. Произошло злодейское убийство. Так точно, товарищ генерал. Шесть. Шесть неопознанных трупов на улице Перехвата. Огнестрельный, товарищ генерал. Что? Никак нет, товарищ генерал. Никаких следов. Ни у курков, ни отпечатков пальцев, ни гильз, ни оружия, ничего нет. Что, товарищ генерал? Никак нет. Свидетели? Да что вы, товарищ генерал? Какие свидетели? Что вы? Ночь, гроза ужасная, все наши спали. Что, товарищ генерал? Так точно, так точно. Вознаграждение объявили в газету. Никак нет, товарищ генерал, пока никто не появлялся. Есть? Есть доклады отлично. Есть. Фух, даже взятых свидетелей. Здрасте. Здрасте. Касса уже работает. Какая касса? Ну, мне получить вознаграждение за убийство. Какое убийство? На улице Перехвата. Погодите. Вы что, свидетель этой трагедии? Да, я свидетель. Так проходите, пожалуйста. Спасибо, все же произошло на моих глазах. Присаживайтесь. Чай, кофе, может? Нет, спасибо, я с утра только пивко. Ну, это потом, это потом. Ну, давайте, давайте, дорогой, давайте, рассказывайте, давайте. Ну, что рассказывать? Ну, значит, еду, я сейчас в автобусе. Так, не спешите, я константирую, так, в автобусе. Автобусе. Бузе. Да, дальше. Здесь все, значит, смотрю, а соседные газеты читаю. Так. А там, значит, черным по синему, значит, вот такими буквами, значит, хорошее вознаграждение. Да, да. Я сразу соскочил и к вам. Это вы молодцом, молодцом. Смотрите, вы живете на улице Перехвата? Я? Вы? Да. Да, паспорт, пожалуйста. Паспорт. Чей? Ваш. Мой? Ваш, да, конечно. Вот, пожалуйста. Ага, так, так. Минуточку. Вы же прописаны на другом конце города. Я? Вы. А живу на улице Перехвата. Ну, и женщина, и из одной живу. А, я понимаю. Она там прописана. Может, у нее нет, то есть, ну, то есть есть, но где она, она не знает. А это я, значит, там немножко, наверное, да, поджимаю. Значит, давайте. В этот день вы пришли домой. И что? Я? Вы. А в этот день... Так. ...бы пришел домой. Так. Думаю, и что? Во сколько пришли? Мы? Вы. Значит, в 6 часов. В 6. О, хорошо. Нет. Нет. А, нет, нет. В 18.00. Как раз музыка заиграла вот это. Тересилиал начался, знаете, вот это. Она работала в бутике Берли. Вы не смотрите? Мне некогда, да. Там же какая история произошла. Это чё мы... Так, товарищ, пожалуйста, не надо прохмыря, не надо. Давайте о преступлении. Вы пришли домой в 6 часов, в 18.00, да? Дальше со всеми подробностями. Я? Вы. Значит, нахожу я, значит, в квартиру. Так. В 6 часов в 18.00. Так. Смотрю. Так. А то в такие подробности. Так. Поляна накрыта на двоих. Запотевший пузырёк. Натаха в новом платье. Ну, можно пропустить. О, думаю, можно и пропустить. Ну, пропустил. Граммов 121, не больше. Хорошо, так. Смотрю. Так. Ага. Натаха в новом платье. Вы это уже говорили. Да нет, она переоделась. Хорошо. Хорошо, дальше. Смотрю. Боже мой. Так, боже мой. Не может быть. Не может быть. А платье-то прозрачное. Это не важно. Эй, не скажите, Дюбата. Там такие две боеголовки. Дюбата. Хорошо, ладно, хорошо. И дальше. Как дальше развивались события? Только я прошу вас. Только самое главное. Ну, как, как? Ну, присели с Натахой носов и телеселили, телеселили. Смотри. Так. И самое, о, самое главное. Натаха смотрит так на меня. И локтем так, как даст. Я говорю, ты чего? Так. Она говорит, ты чего? Ага. И опять локтем как даст. Заигрывали. Хорошо, хорошо. Дальше. Дальше, значит, дальше опять локтем как даст. У меня дыхание перекрыло. Я не дыхнуть и выдохнуть не могу. Значит, туда на меня, значит, по шмя, по спине. Катай, все. Я уже задышал. Товарищ свидетель, пожалуйста, я вас очень прошу, я вас умоляю, пожалуйста, мелкие подробности пропускайте. Мелкие пропускать? Да. Понял. Восемь легли. Восемь легли, хорошо. Вот, я извиняюсь, а хорошее вознаграждение это сколько? Это потом, все, потом, потом. Восемь легли. Дальше. Значит, дальше. Дальше. Мелкие. Вот так. Подробности. Хорошо. Дальше. Дальше. Дальше опять. Мелкие подробности. Дальше. 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 Думаю, что такое. Во сколько? Значит, в девять часов. Девять, только я вас очень прошу, только то, что вас насторожило, удивило, понимаете? О, девять часов. Думаю, что такое, что меня удивило. Так. Вот что меня насторожило. Что же? Вот звук какой-то вот ты человеческий, неестественный. Звук от окна? Да, да, как шарапник, как застыркать, думаю, стои. Звук от окна. Так, я так понимаю, что наступила ночь, началась гроза. Да, дорога глупела, ебкий. Я, по-моему, схожу, к окну. Так. В окошко посмотрю. А, да. Да, в покру. Покажу. Боже мой. Боже мой. Не может быть. Не может быть. Глазом своим не верил. Не поверил своим глазам. Что там? Ночь. Наступила. Началась гроза. Да что интересно. В одиннадцать часов. Что в одиннадцать часов? Что в одиннадцать часов? Что? А вы как думаете? Как она мне локтем как даст? Мелкие подробности. Дальше. Дальше. Дальше опять. Мелкие подробности. Выстрелы были? Какие выстрелы? Убили шесть человек. Да вы что? В одиннадцать часов. Все, все. Спасибо. Идите с Богом. Идите. Все, спасибо. Все. А, ну что интересно. Двенадцать часов. Двенадцать часов. Слышу вроде как стреляли. Так что ж вы молчите. Двенадцать часов. Да, прямо так над ухом. Двенадцать часов. Так, ага, стреляли. Стреляли совсем рядом. Да, совсем рядом. Стреляли, я говорю. Ёлки-палаш. Сколько выстрелов? Ага, сейчас точно скажу. Раз, два, три, потом четыре. Двенадцать, два, над ухом. Восемь. Позвольтан. Сюда, туда. Восемнадцать. Девятнадцать. Девятнадцать. шесть шесть выстрелов я говорю да так а говорю на так а люди сюда у нас слышишь вроде как стреляет на так а слушала слушай ну там я с чем слушаю ну хорошо так слушала потом 8 как даст мелкие подробности пропускаю что интересно что интересно думаю нужно же выйти посмотреть куда на балкон так на балкон так выхожу так смотрю так боже мой боже мой не может быть не может быть глаза своим не верил своим глазам второй раз что там 10 шесть трупов соседи они после 18 00 всегда трупы и что и все а я извиняюсь с вознаграждение налог да какой налог подождите так мы убедили шесть трупов так внимание очень важный вопрос спрашивается скажите из живых рядом то есть место преступления никто не убегал убегали нет не убегал никто все шесть трупов лежали согласно алфавитного порядка хорошо ладно еще один очень важный вопрос который первый был из живых рядом никого не было были были не убегал никто но живые были что же вы главном то молчите то есть вы чувствуете кто-то рядом из живых так чувствую кто-то рядом из живых так значит с одной стороны шесть трупов так а с другой кто-то рядом из живых так у меня за спиной так подает признаки жизни тяжело сопя хорошо слегка не спешите так сюда спешите стою онемел от страха думаю где шесть там и седьмой поместится короче стою не дышу не шевелюсь потом а и потом не шевелюсь и вдруг мне сзади на плечо рука холодная так бэмс я поворачиваюсь и а я извиняюсь вознаграждение за бездетность да какая бездетность вы поворачиваетесь и я поворачиваюсь и стоит с пистолетом а с пистолетом бэть одежду описать можете да так опис одежды бэть одежды совсем нет совсем говорит тебе не холодно я говорю холодно она пойдем спать кто она 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 не локти мне как-то! Мелкие подробности. Пропускаю. Все? Да. Опять мелкие подробности. Ну все. Пойдем. За пилком? За пилком. А за вознаграждение? За вознаграждение. Пойдем. Я тебя застеркну. Я тебя застеркну. Представить. Эти сгады без пизерок ипноза спрягут. Вычерк. Пойдем, Борнадз. Закройте глаза. Аааа. Пойдем. О, не удачи. Уф! Сейчас. С помощью ипноза я вызову вас Столы пройдут долгие уходы от вращения к путь. Возьмите меня в руках. Вряда! Ваши грехи тюрьмяде. Чего-то грехи убил. Он хочет заставать. Терцескоро. Чего? Простите? Супер! Возьмите меня в руках. Сидеться, кто-то сидит за столом. Но это нас первые в этих трубе Стоит полный к краю стакан фонлот, Твою линию моего. Сидеться, было бы абсолютно равно. Нет? Ну что? Да, мы равно. По-другому, это садится на землю. Да, мы седаем. Когда мы седаем, Три-то, в сторону Афапатона, И, о-о-о, и, о-о-о, И, о-о-о, И, о-о-о, Это, о-о-о, По-другому, И, о-о-о, И, о-о-о, Ак-а-а-а, Чт-о-о, Сидеться, Что-о, И, о-о-о, И, о-о-о, Те-о, И, о-о, Та полноцензий зато. Такая параллельность потери Веритой в Atom. Я вам повторю, что я вам скажу в революке. Что же он кто со сглублесом вот так далеко не знаю, как ты водишь в лабораторию в зале на гражданстве? Какой вопрос на жесткий? Потому что на его tears не хватит заспадли, но это что-то не хватит. Ах, кто-то смотрел, а кривыч, Зачем ли был я вон с правами? Я не понял, ось, чек-правный грех, Ах! 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 Феклз Выполнитесь? У�, что тот игроки? Хотел везде? Разрбан имеет кредит, Смород, Разрбан имеет кредит, И, динамик, Тяжелые дегонки, Их я не пытаюсь не пытаться, И, динамик, И, май Omega... Вот эта же штука, Что, Да? Я не хочу приятен, Голосея, Но эта кружка не так сильно, И, динамик, И, динамик, Не хватит, И, на всём, И, там, И, там, И, там, Объект, Одна миладия, а не надо обтруктовать ей шах, но не больше у шах эпиксаторе проколи внести 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 воды а до начала актриса и на кризисных флот в планах репрессии ленца-звезда в начале он был очень крым а там отряд вновь и внести отдых а не надо меяться ослабиться, кто сидел с ним внести он прямо его не выстрел если он из каких-то поездок Я очень нравлюсьее какую-то историю задержалась. То есть, что я имя особой важности. Я обещал, чтобы это было сильное, если у меня рюкзактин systems не было как бы, и мы с вами строили мярный нарушение, но не была комфортная история, не случайно выставили все работали. И как вы напоминаетеесь? И она не имеет. Что такое решение обещал? Что такое решение обещал? неравyspace бюдж community м на 원 главу глоб офис Время, время, время. Время, время, время. Время, время, время. Вот так. Ага, нормально. Нормально. Хорошо. Хорошо. Замечательно. Галина Кармановна, вот сюда поближе, пожалуйста. Ребячка, да. Да не бойтесь вы так. Спокойненько. Расслабьтесь. Спокойненько. Галина Кармановна, значит, я вам напоминаю. Наш стиральный порошок называется Дора. Он самый лучший. Так? Остальные порошки называются обычной. Гадость. Так? Значит, я говорю такую фразу. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин, да? Вы рассказываете свою простую бесхитростную историю. Ну, вы, женщины из народа, вам поверят. Ребячка, ребят. Ребят, значит, снимаем целиком, так будет естественнее. Хорошо? Если. Так, значит, так, все. Готовы, да? Все готовы? Галина Кармановна, историю помните? А? Историю. Ну, вашу историю помните? Ну, я купила Серёва же новые джинсики, он пошел во двор и попал под машину. Понимаете? Я посмотрел на джинсики и ахнули, да? И я смотрю а джинсики в смятку. Хорошо, да. Я как ахнула водителя и тушителя по голове, так его врачи по четвергам забирали, сволочь такая! Стоп, 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 стоп. Галина Кармановна, Галина Кармановна, не надо такую зверскую, ну что? У нас же рекламный ролик, а не триллер. Ну что вы? Ваши миллионы телезрителей увидят. Давайте, внимание. Миллионы! Миллионы. Все, работаем. Я губы не размазал. Не размазал. Губы не размазал. Все, внимание, работаем. Рассегнуть или... Не надо, не надо ничего рассеять. Не надо. Достаточно. Внимание, работа, все. Работа. Руки деть. Ребята, значит, меня крупно, а потом я выхожу. Поехали. Поехали. Приготовились. Успокойтесь. Успокойтесь. Я же успокой! Поехали. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. И чем только я не пробовал. И чем только я не пробовала. Галина Карповна, это в середине. Чем только я это не пробовала. Это в середине. Галина Карповна. Сперва простая, бесхитростная история. Понимаете, давайте еще раз. Давайте. Внимание. Внимание. Поехали. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. Ну. Ну. Я такая... Полищук Альберт Иванович от 1957 года рождения. Чем только я не пробовала. Галина Карповна. А? Какой Альберт? Вы знаете, я как только простырку, так этот гад вылазит перед глазами и стоит. На строгалке, где я сам ходить не попал. Слушайте меня внимательно. Не надо, чтобы Альберт вылазил. Все. Я его засуну, он не будет вылазить. Давайте. Я вас прошу раз. Не крутите головой. Говорите вот туда. Кругленько. Ага. Все. Поехали. А чекло в барак не наложило. Все. Поехали. Спокойно. Боже. Начали. Все. Тихо. Глаза меня... Не размазало. Ой, Боже. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. Однажды я купил Абадику новую курточку. Хорошо. Он пошел играть во двор. И проиграл курточку, джинсики, маечку. И Светкину квартиру. И тем только я его не пробовала. Вот. Хорошо. Галина Карповна. А? У вас более веселые истории есть? Есть. Не надо. Давайте, пожалуйста, более веселые истории. Хорошо? Больше. Поехали. Поехали. На тебе. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. Ну? Одна... Более веселая история. Однажды... Андрюшка вернулся из беззаключения... ...в тюрьму. Лучше я про дочек. Ну давай про дочек уже, в конце концов. Какой из стиральных порошков самый лучший? Давайте поспрашиваем. Ну что? Вы будете ругаться. Что случилось? Я дырочку потерял. Да елки-боги-бога! Стоп. А что вы спрашивали? Стоп! Все стоп. Так. Калина Карповна. А? У вас собака есть? Да. Была. Значит, слушайте меня внимательно. Однажды собака пришла с улицы и надела на ковре пятер. Не перебивай. И чем только ты не пробовала. Соседка сказала, попробуй двору. Понятно тебе? Да ладно. Пишем. Какой из стиральных порошков самый собачий? Сейчас мы узнаем. Боже, что я говорю. Что? Что? У мире животных. Собаки собачья смерть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Однажды у нас была собака. Однажды она вернулась с улицы. Упала на ковер и нагадила. И чем только я ее не пробовал убить. Кого? Полищу-ка. Что обратно не то? Не то. Еще раз. Давайте. Что? Так вы сначала спросите. А действительно, какой из стиральных порошков? Кто мне ответит? Я отвечаю всю правду. Я, Максимюк Неполноценный, жду девятого. Однажды Светочка вернулась позже обычно. Однажды Светочка вернулась через трое суток. На груди у нее было большое пятно. Другого не было совсем. Но ты взяла дома. Но я взяла стиральный порошок. И так отпробовала эту дуру вокруг сквера. Что пятна разошлись. Сидяки рассосались. И она обратно стала девушкой. Как ты дай человеку слово сказать. Женщины, увидите этого гада Полищука, не поддавайтесь. Не будьте дороги. Никакой порошок не поможем. Сидяки рассосались. Сидяки с дальнего зарубежья. Дилер. Немец. Дилер это фамилия. Или диагноз. А это есть украинский фермер Иван. Я ему сейчас продаваю свой новый трактор. О, давайте же у ваш трактор залезем. О, давайте же. О, давайте же. Вот? Я... Руль как по маслу идёт. Ёки-палки, педальки вообще не слышно. Вот это машина. А это что? Это есть кондиционер. Есть? На, ну я не понимаю, приятный воздух. Гуд. Температура воздуха за бортом плюс 25, в кабине плюс 17. А кто это со мной только что разговаривает? Это блоктовой компьютер. Ёк, сколько лампочек. И уси мигают. Ёк, а как же они уси поперегоряют? Най-най. Боже, Данил, хотя бы что-нибудь знакомое увидит, помню. Дима, о, а где у вас тут бардачок, а? Не понимаю. Тупо, тупо, Германия, ну. Бар. Тачок. О, бар. Да, ласкательный бар, тачок. Бар, тачок. Бар, это кнопка из бар, видите? Хил. Прохладительный напитка. Угощайся. Да ну я, она... Я вас хотел спросить. А? А какая ж тут шморалка? А? А? Вас? Да шо вы ко мне, не мене, не мене, а шморалка. Ну чем заводить? Ну дир-дир. А? Чем заводить? Дир-дир, дир-дир. 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 Эта кнопка. Нажимай. Битый. Гуд. Шо гуд. Хадыш дир-дир. Поктор, теперь вы бите, брат, эту ручку на себя. Гуд. Шо гуд. Боже, испортился. Почему это на наш сарайчик побежал? Заборачивайся. Не волнуйся, ты там не ездвигаться. Ох, ты живешь. Тону тебе вновь. Шо гуд. Шо вы говорите. Но. Ты же чей, дорогой немецкий немец. Шо? Наш человек. Привык видеть столько лампочек только на Новый год. И то через одну. А вот шморгалку каждый день. День, Данил. А. Я извиняюсь. Шо? Что есть шморгалка? Да это как... Ну, повирозочка такая. Ламатываешь ламагнет, и какие... О! Он мой трактор, я тебе покатаюсь. Пойдем, пойдем. 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 Это есть... Что? Это есть стальной конь марки Б. Полностью вернулось. О! Шморгалка. Это сам не шморгалка? Сделано индюэсесса. А-а-а-а. Заводим, да, техника на грани фантастики. Иди сюда. Смотри, магнета. А-а-а. И шморгалки какие. Смотри. А-а-а. 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 25 килограмм человеку на пальчик. Сильно забомбинило. Ничего, ничего. Продолжаем обучаться. Я-я-я. Смотрите, смотрите, смотрите. Не бойтесь. Опа, магнета. И как... Ех! А-а-а! Сразу видно, что машина работает! Сразу видно, что мы едем, а не саранчик. Летят перелетные птицы. Ну, как нравится? Клянь, не нравится. Мне есть плохо. Эх, камрад. А кому сейчас хорошо Останавливаем. А-а-а. Эх! Не останавливается. А это, как вы говорите, немцы, на опухетных оху. У нас все продумано. Довешаем до того бетонного столба. Найн. Упираемся по опырым. Останавливаем. И стоим! Ура! Ура! Останавливать я. Что, извините? О-па-носовить! Извините, пожалуйста. Аналогично. Да. Значит, у меня времени мало, поэтому давайте сразу к делу. Давайте. Значит, ну, вы знаете, что мы давно и с большим интересом следим за вашим хозяйством, да? Да. Ну, да, конечно, я же не первый раз с вас. Нет, подождите, я поеду поеду. Наверное, да, конечно. Ну, ну. Ну, понятно. И вот мы узнали, что вы совсем недавно стали снова разводить кроликов, да? Да. Нет, подождите, я вообще ничего не перебуду. Нет, если разводим, значит, разводим не только кроликов, но много разводим, короче. Ну-ну. Не, ну вы разводите и перебудите. Мы всех подряд, да. Да. Понятно. Ну, хорошо, а у меня-то вопрос. А вот скажите, почему? Я знаю, многие не хотят. Понимаете, не хотят, люди. Не хотят, говорят, забот много. Понятно. А вы, значит, забот не боитесь? А я не боюсь, я так уж. Хорошо, Иван Алисич. Опаносович я. Что, извините? Опаносович. Ай, извините, пожалуйста. Аналогично. А вот вы не могли бы сказать несколько слов о ваших кроликах, нашим радиослушателям? Так а почему же это сказаться огромной радостью? Спасибо большое. Многие отказываются. А-а-а, а я не откажусь. Дорогие товарищи радиослушателям. Нет, только одну секунду. Вот все идущики, вот всего сердца. Секундочку, секундочку, сейчас микрофончик я включу. Э, нет, вот этого делать не нужно. Почему? Спрячьте, пожалуйста, потому что у вас ничего не получится и не надо. Почему не получится? Потому что я когда вижу микрофон, то у меня... Что? Голос от волнения пропадает. Ой, Иван Алисич, вы не волнуетесь. Ну, опаносович я. Извините, пожалуйста. Аналогично. Слушай, да не волнуйтесь, вы так сильно, я вам помогу. Вы понимаете, мне нужно, чтобы вы сказали, ну, ну, хотя бы одну фразу о том, что кролики. Это не только ценный мех. Ну, и там... Вы, извините меня, пожалуйста. До вас утром тоже проходил один корреспондент. Ну? Хотел у меня немножко взять интервью. Ну, и что? Ничего не получилось, а с человеком произошел несчастный случай. Царство я буду без... Так, знаете что? Вы меня, во-первых, не пугайте. А во-вторых, объясните мне нормально. Чего вы боитесь? Да я и сам не знаю, чего я боюсь. Ну, правильно, потому что тут нечего бояться. Вот смотрите, я беру микрофон. Так. Включаю его. И совершенно спокойно, нормально разговариваю. Нормально, понимаете? Нормально. Давайте быстрее. Ага, побыстрее, это только кролики разгружаются. Так, господин Кобыздов. Ага. Мы будем работать? Конечно. Поехали. Что, уже выключили? Да так, давайте. Черт, черт, черт. У меня нет времени совсем. Давайте, давайте. Давайте, я помогу, давайте. Что? Извините, про каких животных вы спрашивали. С вас? Про козлика? Козлика. Что, про кенгуру, че, что? Вы что, кенгуру разводите? Про кролика я спрашивал. Поехали. Кроли, это не только ценный мех, но и ценные когти, шерсть и молоко. Какое молоко? Кролиное. Так, с утра на молоко, с вечера на самогонку. Прямо, что-то в природе происходит, айсбергетаешь, понимаешь? Что? Иван Алексеевич, значит, я все понял. Времени у меня мало, да? Поэтому давайте сделаем таким образом. Давайте. Я вам сейчас эту фразочку скажу. Да. Так? А вы ее послушайте, запомните, и вот сюда в микрофончике просто повторите. Хорошо? Так вот так же ж нужно было сделать с самого начала, а то вы как Котовский заскакиваете и в морду сразу тычете, с ума сойти не можно. Ну, извините, запомните или записать вам? Да что я дурно, 20 лет качаюсь, или он с Академии не кончивает такое. Хорошо, давайте, давайте, значит, смотрите, скажите такую фразу. Давайте. Только не спешите. Хорошо, хорошо, я медленно. Одну. Одну. Так? Кролики. Ики. Это не только ценный мир. Х. Но и. И. Что? Что? Это три. Три. Четыре. Ири. Килограмма. А мы? Диетического. Ого. Легко узваиваемого. Ого. 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 Мяса. И все. Все. Запомнили? Мели. Что мнели? Это я вас спрашиваю. Вы запомнили или не запомнили? Извините, господи Димановна, у меня такое ощущение, что вы меня тут за придурка держите. Уже дурной такой, не заполнился. Извините, извините. Все, работаем? Ну, конечно, что-нибудь зуимы. Еще одно, я вас очень прошу. Пожалуйста, вот сюда, в микрофончик. Не кричите, хорошо? Ну, говорите как-то спокойно. Это не естественно. Как вы перебьют, да? Нам нужно как быть человеческим голосом, а? Абсолютно правильно. Человеческим голосом. Все, внимание. Приготовились. Поехали. Нет, расслабьтесь. Я говорю, расслабьтесь. Я говорю, расслабьтесь. И знаете, как бы, как бы, как бы на улыбочке так, ну? Да-да-да-да-да-да-да-да. Крюлики. Это не только ценный мех, но и три, четыре килограмма диетического, легко усвояемого мяса. Иван Алексеевич, великолепно. Всего вам доброго. Нет, 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 одну секундочку. Только мясо я просил, усваиваемого. Хорошо, давайте еще разик. А я жилите как сказал. А вы сказали, усвояемого, понимаете? А ну же, жилите как. Я ж только что вам сказал. Нужно усваиваемого. Усва-ива-и-мо-го. Понятно? Так вы сразу и сказали. Я извиняюсь. А это по какому? Это по грамотному. По грамотному. Усва. Так, ладно, я подскажу. Все, давайте, поехали. Начали. Нет, расслабьтесь. Я говорю, расслабьтесь. И как первый раз, что я с ним голосую? Ну, на улыбочке. Хорошо. Кролики. Так. Это не только ценный мех, но и три. Четыре центнеры. Стоп. Какие центнеры? А что, кролики по центнеру? Опечатка, извините, опечатка. Давайте еще раз. Спокойно. Килограмма. Килограмма, я прошу. Хорошо? Давайте, спокойно работаем. Нет, расслабьтесь, как первый раз, человеческим голосом. Ну, улыбочку. Хорошо. Кролики. Так. Это не только ценный мех, но и три. Четыре килограмма диетического. Легко. Легко. У. У. С. 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 Крульники, это не только ценный метр, но и три, четыре килограмма диетического легко усваиваемого сала. О, записали господин Иванов, в Чикаке, а то меня ваши кенгуру уже заколебали, ей-богу. Здравствуйте, какого сала? Откуда? Мы шкафом в разводе. Уехали. Алло, это скорая помощь? Это председатель немедленно ко мне, тут уже дорогой респондент за сегодня чокнулся. Ангел мой, не дедай, ты почунулся. Стюардесса по имени Жанна. Стюардесса.